Разберем конкретную ситуацию. Человек вступил в право наследования. О чем следует позаботиться в первую очередь? Ответ прост. Он обусловлен налоговым кодексом Беларуси. Налоги за имущество, принятые по наследству, подлежат уплате со времени открытия наследства. К примеру, если физическим лицом в январе 2019 года получен по наследству жилой дом земельным участком, с 1 февраля 2019 года у него возникает обязательство по уплате налога на землю и налога на недвижимость. Это обязательство у него возникает независимо от того, зарегистрировал ли он данное имущество на себя. Согласно нормам налогового кодекса, объектами налогообложения налогом на недвижимость и землю признаются в том числе капитальное строение, включая жилые дома, земельные участки, расположенные на территории Республики Беларусь, принятые физическими лицами по наследству. С какого момента человек может считать себя полноправным наследником? С момента фактического вступления во владение или управление наследственным имуществом, что предполагает принятие мер к сохранению имущества. Также предполагается оплата за свой счет долгов или ежемесячных расходов, таких как оплата коммунальных услуг. Днем открытия права наследования считается день смерти родственника или день вступления в законную силу решения суда. В связи с вышеизложенным физическое лицо является плательщиком налога на недвижимость и налога на землю по имуществу, полученному по наследству, со дня смерти гражданина-наследодателя. Налог на недвижимость и налог на землю исчисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было открыто наследство на указанные объекты. Более подробную информацию вы можете получить на сайте или в отделе информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам.